Друзья, всем привет! Вы смотрите InvestFuture и мы подводим финансовые итоги вторника. Ну что ж, друзья, мы видим, что в США продолжается сезон отчетности, который в целом очень даже радует рынки. И мы видим, что во вторник индекс S&P 500 обновил свой рекордный максимум и медленно, но верно движется к важному барьеру в 4000 пунктов. Конечно, непросто будет его достичь, вполне возможно, но тем не менее. Сейчас мы видим, что рынки были очень даже обрадованы отчетом Johnson & Johnson, например, которая спрогнозировала прибыль в 2021 году выше прогнозов и пообещала опубликовать в ближайшее время данные испытаний вакцины против ковида. Другая компания, которая сегодня привлекла интерес инвесторов, это компания 3M, которая производит маски для лица. Она сообщила о квартальной прибыли лучше прогнозов благодаря низким затратам и повышенному спросу на товары в сфере здравоохранения. Акции General Electric подскакивали так вообще уже почти на 10% после того, как конгломерат представил оптимистичный прогноз своего бизнеса и сообщил о росте квартального свободного денежного потока. То есть в целом мы видим, что есть позитивные новости, хотя отдельные сектора американской экономики по-прежнему чувствуют себя не очень хорошо. Например, тот же финансовый сектор оставался сегодня подавленным. Но так или иначе, как на американском, так и на российском рынке мы наблюдаем неожиданные и практически без повода прострелы по некоторым акциям небольших компаний. И вот это момент, на который я хотела бы обратить ваше внимание, потому что чем больше таких моментов происходит, тем больше я склонна ожидать коррекции в самое ближайшее время. Если помните, в 2020 году, в самом начале, мы говорили про такие компании, как, скажем, Мечел, которые вдруг резко-резко отстреливали наверх. И вот уже тогда, когда это происходило, я говорила, что это не очень здорово выглядит. И, по сути, вот сейчас уже намечаются, кажется, первые ростки подобного поведения рынков. Будем за этим внимательно наблюдать. Отдельного разговора заслуживает, конечно, скачок акций Beyond Meat. На пиках там было вообще почти плюс 40%. Что произошло? Производитель растительного мяса, на долю которого сейчас приходится около 13% всего рынка растительного мяса в США, сообщил о создании совместного предприятия с производителем безалкогольных напитков и продуктов PepsiCo. Новая компания Planet Partnership будет разрабатывать и продавать закуски и напитки с заменителями на растительной основе. И PepsiCo предоставит Beyond Meat доступ к дистрибьюторским и маркетинговым ресурсам компании и позволит открыть новые производственные линии. И в целом, конечно, для той же PepsiCo это тоже хорошая новость, потому что компания пострадала от пандемии, так же, как и Coca-Cola. Потому что большая доля продукции распространяется именно через сети быстрого питания. И мы понимаем, что из-за локдаунов это все очень-очень просело. Ну и вот на новостях мы видим, что акции по PepsiCo, конечно, подорожали немножко, но всего лишь на 1%. Здесь какого-то взрывного роста мы пока не увидели. Ну а для Beyond Meat это, кстати, уже не первое такое крупное сотрудничество, потому что в середине января компания сообщала о партнерстве с сетью ресторанов быстрого питания Taco Bell. Это подразделение корпорации Ямбрэнса. Так и был во время пандемии. Сократила меню. Это расстроило клиентов-вегетарианцев. И сейчас она попытается вернуть их при помощи новых блюд, которые будут производиться совместно с Beyond Meat. В общем, у компании дела идут очень даже неплохо. Уже сейчас более чем в 120 точек розничной торговли продукция Beyond Meat доступна. И распространяется она в 80 странах мира. Я думаю, что это еще не предел. Коротко еще о корпоративных новостях. Менеджмент АФК «Система» нацелен на увеличение дивидендов. И по итогам 2020 года хочет предложить удвоить выплаты, доведя их до 2,6 миллиардов рублей, заявил управляющий директор по связям с инвесторами АФК Николай Минашин. Сейчас дивидендная политика не актуальна. Та, которая в компании действует на данный момент, она была одобрена в далеком 2017 году. Корпорация от нее отклонялась в последнее время и иногда выплачивала меньше. Цитата. Мы, безусловно, понимаем важность дивидендной доходности для инвестиционной истории АФК, поэтому мы настроены на увеличение дивидендных выплат. И, соответственно, сейчас АФК разрабатывает уже новую дивидендную политику, которая может быть принята до конца 2021 года. И, как говорит Минашин, надеюсь, что тренд на увеличение дивидендных выплат сохранится. Ну, вообще, в целом, мне хотелось бы отметить, так немножко оглядываясь назад, что АФК-система – это одна из самых интересных компаний 2020 года по совокупности факторов. Здесь и история с вакциной, здесь и IPO Озон, и выход из детского мира. И, по сути, Евтушенков, наверное, можно отчасти сказать, что совершил такой камбэк, потому что акции сейчас находятся, ну, капитализация компании находится на уровнях 2013 года. Вот на тех уровнях, которые предшествовали потере нефтяного бизнеса и вот этому всему скандалу, связанному с Пашнефтью. Так или иначе, у нас есть зато очень смелое заявление от Евтушенкова, который, по сути, говорит нам, что хочет видеть акции по 40-42 рубля за одну бумагу и будет делать все для того, чтобы это произошло. Ну, очевидно, что выплаты дивидендов повышенные тоже станут хорошей копилкой для инвесторов, которым бумага. И так интересно, да, но, конечно, повышение дивидендов – это еще один сильный аргумент в пользу роста акций. Так что система интересная, компания, на мой взгляд, она одна из самых вообще симпатичных на российском рынке по динамике именно развития бизнеса, поэтому будем за ней и дальше наблюдать. Я сегодня как-то на редкость позитивно отзываюсь о российском рынке, но, смотрите, вот такая еще интересная есть статья от The Economist про Сбербанк, он же Сбер. Сбер может стать российским Netflix, Google и Amazon в одном лице, пишет The Economist. Давайте разбираться, какие аргументы. Сбер имеет хорошие шансы создать прибыльную экосистему электронных сервисов и встать в один ряд с Google, Amazon и Netflix, благодаря своим финансовым ресурсам, которые опираются на банковскую деятельность, пишет The Economist. В статье с романтичным названием «Сбербанк's second pirouette», то есть второй pirouette Сбербанка. Сбербанк закачивает миллиарды долларов в клиентские технологии. Банк вовсю предлагает клиентам цифровые услуги от доставки еды до стриминга музыки. Потом придет черед беспилотных автомобилей и электронной коммерции. Сможет ли бывший храм финансовой бюрократии, главным акционером которого по-прежнему остается правительство, возродиться в лице российского Netflix, Google и Amazon в одном лице? На удивление ответом будет «да, это возможно». В статье приводятся примеры трансформации американских компаний, таких как YouTube, который сумел превратиться из сервиса для свиданий в видеохостинг. Я думаю, что вы слышали эту историю. Но подчеркивается, что быстро перегруппироваться умеют не только в Кремниевой долине. The Economist признает, что в России создание технологического фаворита происходит там, где никто не ждал, на базе крупного банка. Цитата. Еще одна. У местных компаний, таких как Яндекс и Мейл.ру, не хватает ресурсов для самостоятельной трансформации. С другой стороны, крупные прибыли Сбербанка от банковских операций позволяют ему провести такую трансформацию. У Сбера уже были неудачные попытки объединиться, например, с Яндексом или китайской компанией Alibaba. Поэтому эти неудачи говорят о том, что Сберу лишь предстоит выстроить бизнес в сфере электронной коммерции, подобный Amazon, вокруг которого будет развиваться его электронная империя. Сбербанк потратит около 2 миллиардов долларов на технологии приобретения, в частности, интернет-медиагруппы. А, прошу прощения, уже потратил еще 3-4 миллиарда, которые Сбербанк планирует потратить до 2023 года, должны помочь ему выстроить экосистему приложений с ориентировочным годовым объемом продаж около 7 миллиардов долларов. И этого будет достаточно, чтобы войти в тройку ведущих российских операторов электронной коммерции за 3 года, а к концу десятилетия стать безусловным лидером этого рынка. Помогут не только финансовые ресурсы Сбера, но и доверие акционеров. При этом участие государства в планах трансформации помешать не должно, пишет The Economist. Ну и напоследок такая немножко философская статья. Есть материалы и на Блумберге, и в других ресурсах, которые обращают внимание на пузырь на рынке ответственного инвестирования. Его в шутку называют безответственный пузырь. Что такое ответственное инвестирование? Я напомню, есть такой очень модный термин, который называется ESG, то есть Environmental, Social and Governance. Это инвестиционная концепция, по которой перспективность того или иного эмитента оценивается, исходя из его соответствия экологическим, социальным и управленческим нормам. Ну вот по-другому это называется ответственное инвестирование. И вот мы видим, что сейчас, по сути, на этом рынке надувается пузырь, возможно, даже больше, чем мы видели в эпоху доткомов. И там даже Тесла с Илоном Маском нервно остается в стране, потому что акции убыточных компаний показывают по 2000% роста в год. И это, конечно, фантастика. Биржевые фонды, которые ориентированы на ответственное инвестирование, привлекли в 2020 году и в США и в Европе рекордные 85 миллиардов долларов. И, конечно, акции на фоне притока капитала взлетают до совершенно фантастических уровнях. И коэффициенты вызывают просто дикий ужас у многих аналитиков. Например, акции убыточного производителя топливных элементов Plug Power выросли с начала прошлого года на 2000%. Цитата директора торговли на фондовом рынке Ioton Vance. Это компания, у которой 475 миллиардов долларов под управлением. Есть риск того, что акции компаний, находящихся в портфеле таких биржевых фондов, оказались переоцененными. Оба типа инвесторов, и активные, и пассивные, все более безоглядно скупают такие бумаги, загоняя их на заоблачные высоты. Подобное наивное инвестирование обычно заканчивается плохо. Например, есть индекс возобновляемой энергетики, Renewable Energy Index, и коэффициент P на E 42. Это вдвое больше аналогичного показателя широкого фондового индекса MSCI World Index. Бумаги из других ESG индексов, таких как MSCI Global Environment Index и MSCI World ESG, торгуются тоже с рекордно высокими коэффициентами. Сейчас примерно половина всех ETF, которые были созданы в Европе в 2020 году, ориентированы именно на ответственное инвестирование, говорит нам Citigroup. По состоянию на сентябрь 2020 года объем активов в таких фондах составлял рекордные 1,2 трлн долларов. Самая большая доля активов приходится на именно окружающую среду, то есть вот environment, все, что связано с первой буквой E. В 2020 году индекс акций таких компаний вырос на 93%. Ну и понятно, что здесь во многом заслуга Джо Байдена, который грозится и обещает увеличить инвестиции в зеленую энергетику. Это создало определенный хайп в этой теме. И вот по и биржевому фонду чистой энергетики iShares Global Clean Energy подорожали в прошлом году на 140%. При этом акции компаний, которые занимаются, допустим, водой или гендерными темами, показали намного более слабую динамику. И вот Bloomberg также прогнозирует, что в этом году объем эмиссии так называемых зеленых и социальных аппликаций достигнет 1 трлн долларов. В общем, эта тема притягивает инвесторов, они готовы в нее вкладываться, потому что верят в счастливое будущее. Но очень у многих аналитиков возникают вопросы относительно того, насколько все-таки этот хайп по зеленой энергетике на самом деле отражает изменение энергетической мировой структуры прямо сейчас. В будущем понятно, что да, зеленая энергетика, ответственное инвестирование – это то, к чему человечество будет вынуждено прийти. Но прямо сейчас нет ли пузыря в этой индустрии? Это большой вопрос, на который ответ, наверное, пока нет. Но я думаю, что я бы задумалась относительно того, не стоит ли все-таки в каких-то активах прибыль-то зафиксировать. Дорогие друзья, на этом у меня сегодня все. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Надеюсь, что было интересно. Лайк, подписка, колокольчик, если нравится наша работа. Подписывайтесь на канал. Спасибо за то, что смотрите и поддерживаете. Это очень и очень ценно и важно. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture. И до новых встреч на нашем канале в наших следующих выпусках.